добрый вечер уважаемые слушатели пожалуйста начинаем нашу школу традиционную по ревматологии отпишитесь пожалуйста насколько меня хорошо слышно и видно дайте какой-то знак о том что все у нас в порядке все спасибо сегодня мы нашу школу посвятим такому вопросу как ревматоидный артрит давно были такие заказы на такую школу поэтому пожалуй расскажу все что необходимо знать нашим пациентам сразу анонсирую о том что эта школа уже у нас по моему 6 или 7 если не больше в нашем цикле ревматологическом планируется еще много школ если вы хотите посмотреть записи то на ю тубе канал новая больница youtube и вы найдете там записи всех наших школ которые уже прошли прошлом и нынешнем году кого это заинтересует пожалуйста подключайтесь школы по тематике были достаточно интересными а сейчас мы с вами начинаем говорить о ревматоидном артрите я понимаю что здесь наверное в основном целевая категория поэтому давайте начинаем нашу школу если у вас появляются вопросы вы можете писать их в чате либо верху в правом имеется в правом уголочке знак вопроса вы можете туда задавать я пока отвлекаться не буду в конце обязательно отвечу на все ваши вопросы и так если мы говорим о ревматоидном артрите конечно мы даем определение определение которое мы даем в литературе ревматологам понятно что ревматоидный артрит это аутоиммунное ревматическое заболевание абсолютно неизвестные теологии которая характеризуется хроническим эрозивным артритом и возможным системным поражением внутренних органов вот так вот грозно сказали расшифруем в ходе школы каждое из этих понятий но наверное для человека который сталкивается с заболеванием именно у самого себя перед глазами встают именно вот такие искореженные руки стопы которые мы с вами увидим о том что это заболевание выводит из строя практически все суставы сразу же видится инвалидная коляска и это было бы наверное все справедливым и ужасным но лет это 50 тому назад в настоящее время мы все-таки больше оптимистично смотрим в данной патологии потому что лекарств и достаточно много и подходы к ревматоидному артриту стали гораздо более оптимистичны я позволю сегодняшнюю тему построить таким образом что буду периодически задавать сама себе вопросы и сама на них отвечать потому что все эти вопросы они звучат от наших пациентов когда они приходят на прием и так еще раз подчеркнем что ревматоидный артрит еще лет 50 тому назад был приговором потому что при высокой распространенности все-таки посмотрите до 2 процентов то есть страдает практически каждая пятидесятая женщина старше 65 лет и у 80 процентов нелеченных пациентов возникает деструкция то есть повреждение суставов в течение первых двух лет заболевания и последний показатель он самый ужасающий что без терапии 40 процентов становятся инвалидами в течение пяти лет заболевания то есть да это было страшно это было ужасно и вот эти отблики у отзывы и того еще что было лет и так несколько тому назад они до сих пор бытует среди наших пациентов и конечно всегда страшно когда устанавливают данный диагноз и там первый вопрос который нам задают пациенты почему я почему я заболел почему что со мной происходит где причина где-то причина может быть вирусной инфекции или бактериальной инфекции или с кишечником что-то не в порядке почему это с произошло со мной давайте будем самого начала это все с вами поднимать и так и назвала этот слайд разбудить спящего гиганта действительно так посмотрите на правую сторону у нас с вами имеется у всех у людей 23 пары хромосом да все мы это прекрасно наверное со школьного курса помним и есть у нас такая пресловутая шестая хромосома которая имеет большое значение для развития ревматоидного артрита они мы скажем чуть позже но в хромосомах зашифрован генетический материал все что в принципе с нашим телом будет происходить но обратите внимание только полтора процента всего генетического материала кодирует белки то есть мы понимаем что с хромосом идет считывание информации а самая главная информация это образование аминокислоты из них уже белков так вот только полтора процента а что делают остальные девяносто восемь с половиной процентов они спят либо они окружают другие гены для того чтобы вот так создавать вокруг них определенное пространство но тем не менее девяносто восемь с половиной процентов генов не участвуют и вот в этом в коротком плече шестой хромосомы имеется определенный ген в котором может произойти мутация мутация которая характеризуется тем что изменяется последовательность цепочки вот этих нуклеотидов то есть последовательность той цепочки из которой состоит ген совсем совсем чуть-чуть точечная мутация и что она дальше за собой повлечет мутация думаю что возникает очень многих людей она с ней есть но в этом отношении она спит полтора процента только работают то есть в основном все даже у кого есть эта мутация никогда в жизни не проявят ревматоидный артрит но все-таки для того чтобы произошел ревматоидный артрит у большинства должна быть изначально данная мутация что же может разбудить вот этот ген заставить его функционировать если у подавляющего большинства он спит что происходит если мы его разбудили разбудили и дальше вы должны тоже для себя так вспомнить основы может быть так со школьного курса о том что каждый ген который состоит там из трех последовательных таких звеньев нуклеотидов с него будет печататься некая аминокислота а уже затем аминокислоты будут собираться белки так вот аминокислота вот из-за этой точечной мутации она у нас у человека всего 20 основных аминокислот так вот что здесь происходит а происходит то что вместо аргинина вот такой кислоты возникает аминокислота цитрулин вот и все и посмотрите что поменялось вместо азота с водородом вдруг стал кислород вот и вся недолго вот и вся маленькая мутация которая произошла всего-то чуть-чуть но назвали это цитрулина почему подчеркну нам это очень важно будет название то есть появляется не типичная для человека аминокислота цитрулин и так даже те кто имеет мутацию вряд ли когда-либо будет этот ген проснется это мы должны помнить и кстати я сейчас отвлекусь еще разочек вопрос который задает нам очень часто если мама больна насколько вероятно что у дочки проявится если мы говорим что в популяции 0 5 процентов страдают ревматоидным артритом то среди тех кто болеет ревматоидный артрит и первого родственника первой линии то есть у дочерей встречается он примерно в четыре раза чаще то есть два процента совсем мало но сразу же пойдут рекомендации что же сделать для того чтобы постараться как можно дольше не разбудить вот этот вот ген что является будильником для нашего спящего гиганта что на сегодняшний день доказано что может привести к активации что этот ген проснется итак первое курение курение да это доказанный фактор поэтому в семьях где мама страдает ревматоидным артритом детям не надо курить здорово замечательно то есть у нас это вообще замечательный как бы фактор такой идет который нам для общей здоровой жизни всегда и всегда приемлем не курить дальше доказано что ожирение может привести тоже к тому что будет активизироваться данный белок давайте тоже стараться не набирать полный вес и это такая общего врачебная рекомендация все здесь замечательно и все хорошо неожиданная рекомендация периодонтит вдруг доказали такие есть небольшие работы что наличие микробов которые живут на слизистой вокруг зубов с периодонтитом то есть это тоже может привести к активации вот этого гена цитрулина значит надо следить за полостью рта ничего нового здесь не сказала то есть никаких лекарств мы здесь не принимаем ну а дальше три других фактора вирусные инфекции к сожалению мы здесь не застрахованы то есть вирусы может любой через нас пройти в любой момент жизни и вызвать вот эту активность ну что есть то есть но будем говорить о том что детям нужно значит делать прививки по плану диетические факторы очень скудные сведения в основном китайского сведения такого рода у нас будет такая как вебинар во второй половине года по диете ну там доказывается о том что полноценное питание снижает риски ревматоидного артрита хорошая рекомендация тоже ничего вроде бы нового и гормональные факторы них мы скажем чуть позже но к сожалению или к счастью женщине нужно быть матерью нужно кормить и вот есть определенные связи которые могут также спровоцировать данные мутацию вернее активацию мутированного гена и так вот мы его разбудили этот ген еще раз далеко не у всех он обязан проснуться разбудили какими-то факторами и начинает синтезироваться вот эта аминокислота что мы про нее скажем для человека она не в наборе типичных она а типичная она может образоваться у лица с генетической предрасположенностью в основном она начинает продуцироваться и откладываться в оболочке сустава вот она уже что-то знакомое оболочки сустава там она накапливается годами 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 до тех пор пока вдруг наша иммунная система не проснется и не поймет что-то здесь не то что-то здесь чужое и начинает к ним вырабатывать антитела смотрите антитела к цитрулинированному пептиду а ццп почему мы это сложное понятие вели потому что мы будем говорить потом об этом анализе вырабатывается антитела человек этого тоже еще не чувствую до тех пор пока антитела не провзаимодействует с этим цитрулином и вот тогда начинается поле битвы и вот тогда начинается уже ауто агрессия воспаление поэтому а ццп она в принципе начинает появляться даже за несколько лет вот эти антитела за 5 за 9 лет до развития ревматоидного артрита это было показано 90 у а ццп положительных пациентов девяносто трех процентов будет развиваться ревматоидный артрит но вопрос тут же звучит к нам от пациентов а давайте тогда раз мама больна ревматоидным артритом проверим дочерей допустим но все-таки чаще у женщин это бывает или вообще всех детей на это а ццп и будем проверять там каждые пять лет допустим ответ здесь будет такой а что вам это даст дело в том что просто а ццп положительных мы не лечим до тех пор пока не будет клинической картины определять ради того чтобы человек нервничал что где-то когда-то у него разовьется ревматоидный артрит и вот это под этой тревогой под этим домокловым мечом жил наверное это тоже не целесообразно поэтому самое главное а ццп мы проводим только у людей когда развивается клиническая картина без клинической картины не надо никакой наследственной предрасположенности здесь выявлять ну и про курение периодонтиты подобные факторы мы уже сказали поэтому если мы говорим с вами о стадиях ревматоидного артрита вот он генетические факторы которые будут самом начале лежать вот она генетика мы ее никуда не денем это наша хромосома с нашим геном она такое есть потом что-то у нас внешне вызывает вот эти вот факторы риска которые разбудили образуется постепенно накапливается цитрулин к нему вырабатывается ауто антитела человек еще ничем гошеньки не чувствует проходит 5-9 лет и вдруг начинаются некие симптомы что-то начинает человек чувствовать вроде как сустав не так заболел или что-то но какие-то боли в суставах да вроде еще не припухает вслед за этим через несколько недель месяцев появляются вдруг артриты которые мы еще называем не дифференцированными потому что вдруг один сустав там вспыхнет и вроде затихнет или болел или опухол ну в общем нам непонятно и только примерно через какое-то время уже будет типичная клиника ревматоидного артрита как правило вот на эти стадии когда появляются некие симптомы до типичной картины обычно проходит с полгода плюс минус у кого как у кого-то все быстро обрушается у кого-то медленно но в среднем это полгода вот такие стадии ревматоидного артрита запомним потому что нам к ним нужно будет вернуться и так еще разочек для нас важно в диагностике именно определить наличие этих антител антитела которые делают лаборатории их на сегодняшний день в принципе 2 то есть они называются а ццп и анти mcv они все к цитрулинированным белкам только к разным белкам просто к цитрулинированному пептиду это а ццп или к модифицированному цитрулинированному виментину вы говорили да анти mcv определять в принципе можно любые а ццп более универсальные но в принципе анти mcv он где-то обладает перекрестной чувствительностью специфичностью к ццп да если мы выявили это уже диагностика больше ревматоидного артрита и более серьезного поражения но если мы уже поставили диагноз ревматоидного артрита и он у нас определенный больше не надо нам определять не а ццп не анти mcv не ревматоидный фактор запомните пожалуйста что это показатели диагностические они нам нужны для ранней диагностики но они не отражают активность заболевания активность мы будем с вами учиться как определяется поэтому если у вас уже ревматоидный артрит и вы будете определять с такой настойчивой необходимостью для вас как бы думающий что будете определять а ццп ну и что сегодня он у вас 500 завтра 250 послезавтра тысячи это ни о чем абсолютно не говорит это говорит просто о том что вы страдаете ревматоидным артритом активность заболевания данными показателями а ццп анти mcv и ревматоидным фактором не определяется еще раз нужны только для диагноза и все и больше не нужно определять следующий вопрос как при протекает ревматоидной арты что нам ждать от него давайте мы с вами посмотрим на схему сустава который поражается при ревматоидном артрите и так мы с вами сказали накапливается у нас вот эти цитрулинированные белки накапливается в оболочке сустава вот она у нас синенькая такая оболочка сустава дальше вырабатываются антитела антитела связываются и начинается воспаление воспаление идет вот отсюда от синавиальной оболочки от оболочки сустава что такое воспаление воспаление это расширение кровеносных сосудов это приток активных воспалительных веществ данную зону это появление из вот этого расширенных сосудов выпад а который мы называем синовитом и дальше здесь же начинает продуцироваться вещество которое мы называем панусом то есть такое воспалительное вещество d3 такой который идет от синавиальной оболочки потихонечку распространяется на костную ткань и вот это вот костная ткань она у нас по сути только выгрызается вот такие вот эрозии возникает вот он последовательный процесс который идет и поглощается хрящ то есть что для ревматойного артрита характерно съедание его структуры сустава хряща хрящ будет уменьшаться и потихонечку съедание косточек это отличает от других видов артрита при ревматойном артрите идет только деструкция только повреждения никаких новых костных формаций не происходит то есть только во вред идет вот так возникает разрушение суставов ну что пора время вам показать и картинки которые бывают при ревматойном артрите чтобы было более четко понятно вот кисти пациента который страдают ревматойным артритом я вам покажу их стадии снимочки сделаны с интервалом в три года первые снимки плохо лечены ревматойный артрит значит у нас поле битвы для ревматойного артрита в кистях начинается как правило в лучезапясных суставах и во втором и третьем пясно-фаланковом суставе это суставы от которых принципе начинаются пальчики вот эти вот суставы и посмотрите что происходит у нас вот это правая рука должны вот так вот выглядеть все косточки лежать отдельно в лучезапясном суставе и между ними хрящики должны четко просвеживаться в виде вот таких вот свободных линий черных то есть рентгеновский луч проходит через хрящи и не задерживается и обратите внимание на левый даже для сравнения стали значительно уже вот эти вот межсуставные щели по сравнению с правым хотя и там и там идут изменения посмотрите на 2 3 пальчики пясно-фаланговые суставы которые наиболее часто поражаются правая рука он практически целый суставчик вот он идет но щели немножечко поуже но целые косточки а вот в левом в третьем пальчике какие-то неполадки здесь уже явно хряща мало то есть по сравнению даже щель очень узкая да и во втором пальчике то же самое что происходит у нас через три года обратите внимание на лучезапясные суставы где они щели исчезли помните да здесь были посильнее изменения щелей практически нет и косточки вот они исчезли хрящи и они срастаются единый конгломерат уже туго подвижность будет данного сустава теперь левый выступает след за ним чуть-чуть запаздывая но тем не менее те же самые симметричные изменения происходят а что с нашими пальцами было полностью срослась косточка вот здесь уже никаких щелей нету вот она четвертая стадия все анкилоз срастания но обратите внимание только что здесь во втором пясно-фаланговом суставе вроде бы прослеживала щель она исчезла идет повреждение сустава и на правую руку то же самое перешло посмотрите вот они происходят дырочки вот такие по боку эрозии и тоже уменьшение щелей вот он типичная картина ревматоидного артрита вот так он прогрессирует это еще медленная прогрессия вспомните мы в самом начале с вами говорили что можно через пять лет при нелеченном ревматоидном артрите стать инвалидом да вот здесь еще и мизинчик повреждения такое идет тоже можно увидеть вот здесь плохо лечены то есть пациентка получала препараты но в недостаточных дозировках поэтому заболевание вот так прогрессирует за три года что напугаю потому что если не испугают то конечно мы с вами не будем правильно понимать и правильно лечиться стопы это второе место где повреждается ревматоидный артрит вот такие тоже ужасные изменения потому что прежде всего при ревматоидном артрите разрушается на стопах поперечная связка поперечная связка нам нужна для того чтобы формировать поперечный свод стопы между большим пальчиком и мизинцем чтобы стопа у нас не хлюпала не шлепала при каждом шаге амортизировала мягко наступала а тут происходит полностью разрушение уплощение и представляете при каждом шаге вы будете ударять буквально вторым третьим вот это вот подушечками по землю то есть постоянно травмировать ну а дальше уже идут разрушенные связки и все и пальцы уходят в разнос то есть вот такие вот изменения плохо леченого или не леченого ревматоидного артрита другие суставы то есть коленные локтевые также могут поражаться но вот здесь допустим контрактура о человека который с локтевым суставом было поражение то есть вот вот такое положение у нее сохранилась она ни разогнуть больше не может тоже ревматоидный артрит следующий вопрос который задают иногда так как бы приходит к нам особенно когда сопровождают маму дочери говорят но все-таки это видео пожилых заболевания ревматоидный артрит то есть пока то вот нам там лет 20 нам не суждено заболели давайте посмотрим по схемке если мы с вами посмотрим заболеваемость ревматоидным артритом но это пусть там регистр там по моему австрии или аргентина не помню ни суть важно это не имеет большого значения он везде во всех странах он повторяется но во первых женщины болеют значительно чаще чем мужчины раза в три-четыре чаще объясню почему чуть попозже но обратите внимание если у мужчины практически не заболевают ревматоидным артритом и так лет до 25 то уже и девочки подросткового возраста у них заболеваемость меньше но все-таки это возможно где-то 8 10 человек на 100 тысяч населения да возможно то есть и у детей ревматоидный артрит тоже может быть правда пик заболеваемости приходит на возраст конечно после 50 лет но тем не менее все равно и в детском возрасте это также возможно что нам еще очень важно сказать помните вам все ссылалось и говорила в самом начале что ревматоидный артрит может быть связан с гормональным фоном почему женщины почему в определенной стадии то есть почему во время допустим постменопаузе а почему стихает допустим во время беременности все это связано женскими половыми гормонами значит вот здесь у нас схема такая мы возьмем за определенную такую нулевую точку уровень гормонов эстрогенов у женщин во время менструации то есть некий понятно что когда происходит овуляция овуляция то есть идет рост яйцеклетки то начинает увеличиваться уровень эстрогена но если еще больше во время беременности то это самый пик когда у женщин больше всего эстрогена а естественно в постменопаузе уровень эстрогенов падает женских половых гормонов вот как бы все здесь понятно становится у нас есть несколько иммунных клеток. И вот здесь давайте мы еще раз переключимся на иммунную систему и обратим внимание на две основных как бы вида иммунитета, которые связаны с B-лимфоцитами. B-лимфоциты вырабатывают антитела и T-лимфоциты. Ну сейчас, наверное, после ковида многие уже знают такие вот виды иммунитета. B и T-лимфоциты, они вырабатывают разные воспалительные и противовоспалительные вещества. B-лимфоциты вырабатывают антитела, а с T-клетками связаны вот такие, как мы говорим, цитокины. Давайте мы будем приучаться к этому слову. То есть воспалительные белки. Фактор некроза опухоли альфа, ФНО. Обращаю внимание, название неудачное, никакого отношения к опухолям не имеет. Вот так назвали, глупо, но тем не менее. Всяческие интерликины, четвертый, шестой, десятый, допустим, вырабатывается. Интерфероны и так далее. Так вот, что было показано? В принципе, у человека есть несколько ветвей иммунитета. Но давайте так, в обиходе мы с вами скажем. Есть клеточный и есть гуморальный, то есть жидкостной как бы. То есть антитела, которые вырабатываются в крови. Так вот, эти две линии иммунитета, они разные. И они к разным заболеваниям приводят. Если мы говорим именно о ревматоидном артрите, он больше связан именно с Т-клетками, с Т-лимфоцитами. А если мы говорим о других заболеваниях, при которых антитела вырабатываются, это в большей степени системная красная волчанка. Немножко потом по исключениям скажу. Так вот, что происходит? Во время беременности, когда уровень эстрогенов у нас растет, у нас подавляются основные провоспалительные, то есть, ну или воспалительные вещества. В частности, фактор некроза опухоли альфа. И поэтому во время беременности у женщин с ревматоидным артритом, нередко, начиная со второго триместра, наступает ремиссия. Поэтому мы поддерживаем беременность у наших женщин с ревматоидным артритом. Мы любим эту беременность. Они у нас хороши, они порхают, они радуются. И классическая фраза, которая звучит. Ох, я бы всю жизнь была беременна, отдохнула от боли в суставах. Без лекарств, без всего, наступает ремиссия, потому что уровень эстрогенов высок. Два слова скажу, потому что будет позже когда-нибудь вебинар про системную красную волчанку. А вот как раз антитела, они увеличиваются. И поэтому системная красная волчанка ведёт себя не очень хорошо при беременности. Наоборот, она может дать активность. Вот этих пациенток мы очень-очень так наблюдаем. Что зато потом может произойти? Пройдёт беременность, уровень эстрогенов упадёт, и у женщин может быть активность. Но это будет после беременности. А так у нас будет всё равно здоровый ребёнок. И это очень здорово. Теперь вы поняли, что такое иммунитет. И теперь мы с вами посмотрим. Вот такая, пусть она англоязычная, две картинки, но тем не менее. Итак, репродуктивный возраст. То есть женщина, ну так будем говорить, до 45 лет. У неё высокий эстрогеновый уровень. И постменопаузальный, низкий уровень эстрогенов. Поэтому в период доменопаузы у нас дебютируют в основном те заболевания, которые связаны именно с антителами. Вот она, системная красная волчанка. Но есть такое понятие, как Б-клеточный ревматоидный артрит. Что это такое? Это ревматоидный артрит, когда есть системные поражения. То есть он чаще всё-таки бывает вот в этом возрасте. То есть когда поражаться может и сердце, перикард, и лёгкие, допустим, поражаться. Ну так, относительно здесь бывает чаще. А в постменопаузу, вот оно включается, падают эстрогены, включается вот этот Т-клеточный иммунитет и развивается классика ревматоидного артрита. Отсюда мы, как и посмотрели с вами, пик заболеваемости идёт на возраст вокруг менопаузы и ранняя такая постменопауза. Но не исключены и других, то есть и в молодом возрасте. У детей есть свои особенности заболевания. Если заболевает ребёнок, к счастью, научились лечить и детей. Но вот мы сейчас пока воспринимаем тех детишек, которые не были пролечены адекватно в детском возрасте. И вот мы имеем вот такие вот особенности. То есть это вот 32-летняя пациентка. То есть у неё вот с такими деформациями суставов, то есть достаточно агрессивно вела себя. Вот она, 32 года. Что не очень типично для ревматоидного артрита, это поражение тазобедренных суставов, за исключением детского возраста. Вот эти вот суставы у неё практически, их нет, тазобедренных суставов. Это уже подлежит, конечно, протезированию. Мужчина тоже с ювенильным ревматоидным артритом. Множество суставов поражённых. Видно здесь костыли. Это мой кабинет. То есть он на костылях всего-то 36 лет. Но там множество суставов с протезированным тазобедренным суставом. То есть у детей это всё-таки достаточно агрессивное течение, которое идёт. Тоже наверняка связанное с определённым вот этим типом гормонов, которые есть. Ну и теперь давайте будем употреблять термины правильно. Итак, ревматоидный артрит. Давайте так. Этот диагноз всё-таки должен вам поставить врач-ревматолог. Потому что в обиходе под артритом можно понимать что угодно. И нередко мы слышим такое выражение. Ой, у меня у мамы полиартрит. Или я страдаю полиартритом. А на деле человек приходит совершенно другое. То есть вот он приходит с заболеванием, при котором идёт изменение. Вот этих дистальных крайних валанг. Может быть у вас у кого-то, у женщин есть такое. Вот с формированием таких узелочков. Никакого отношения это к ревматоидному артриту не имеет. Эти дальние суставчики, это как раз-таки суставы исключения для ревматоидного артрита. Они никогда не поражаются. Это остеоартроз, который кроме как эстетического дефекта преимущественно вот такими узловатыми пальцами ничего за собой не несёт, никакой инвалидизации. Это тоже неревматоидный артрит. Это тот же самый остеоартроз, только поражение идёт и дальних суставчиков, и поражение идёт более близких. Но это всё межваланговые суставы. Это тоже неревматоидный артрит. Хотя в обиходе у нас зачастую мы слышим о том, что я страдаю полиартритом. Нет. Поэтому давайте договариваться. Диагноз ревматоидного артрита ставит ревматолог. При таких кистях мы даже никуда не отправим. Мы вам на ходу скажем. Это остеоартроз, узелковая форма. Живите спокойно. Ну, поговорим, как сделать, чтобы боли были меньше. Теперь к вопросу. Как всё-таки мы устанавливаем диагноз? На основании чего? Подозрения. То есть мы с вами сказали о том, что ревматоидный артрит надо установить рано. Вспомните вот эту схему, да? Сбитого антител, антигенов, цитрулина, антител к цитрулину. То есть сначала ревматоидный артрит, он себя ещё не проявляет во всей красе. Сначала это где-то будут вспыхивать, то там, то сям сустава. Поэтому какое есть подозрение? И у ЛАР это Европейская Лига против ревматизма. Поэтому если хотя бы сустав какой-то припух, это показание пойти к ревматологу и пообследоваться. Если мы говорим вот такой положительный симптом сжатия кистей или стоп вот в этих суставах, то есть больно человеку при сжатии, далеко не всегда это ревматоидный артрит. Очень часто это бывают и связки между суставами. Но всё-таки это повод так, насторожиться, показаться. И утренняя скованность. Если она кратковременная, то есть вы проснулись, буквально ручками размяли, под горячей водой подержали, это вряд ли ревматоидный артрит. Часто бывает такое при артрозах. А вот если скованность держится больше получаса, это тоже несколько нас настораживает. Вопрос, который всегда звучит, с чем к вам прийти. То есть если что-то подозрительно на ревматоидный артрит, то мы сразу запрашиваем в принципе вот этот перечень обследований. Пожалуйста, хотите сделать? И сейчас прокомментирую всё, что здесь есть, для чего и как. То есть смотрите, к нам приходит пациент, и мы в принципе должны за одну явку определиться и с диагнозом, и в принципе назначить лечение. Если анализов не будут все готовы, то иногда мы лечение отсрочиваем. Почему? Потому что есть некие противопоказания для терапии. Итак, общий анализ крови и мочи. Это исключаем противопоказания к лечению. Кроме того, в общем анализе крови есть соя. Соя – это один из показателей активности. Помните? Не ревматоидный фактор, не АЦЦП, а именно соя как показатель активности. АЛТ, АСТ – печёночные поэто-пробы. Креатинин – почечная функция для исключения противопоказаний к последующей терапии. С-реактивный белок – это второй показатель активности заболевания. Итак, соя и С-реактивный белок. Флюрография или рентгенография органов грудной клетки. Исключаем, чтобы не было туберкулёза. Наши препараты достаточно агрессивны. Ревматоидный АЦЦП. Уже понятно, да, для диагностики нам оно необходимо. Антинуклеарный фактор. Дело в том, что очень сильно могут напоминать ревматоидный артрит и некоторые другие заболевания, в частности системная красная волчанка. Но это вот скрининговый фактор, который нам позволяет оценить антинуклеарный фактор, нет ли данного заболевания. Гепатиты. Гепатит С, гепатит В, ВИЧ – это противопоказания к терапии. Ну, а пятый, шестой пункт – это как бы вот такие состояния, которые, обследования, которые, ну, будем говорить так, могут быть даже несколько факультативными. В частности, рентгенография кистей и стоп. Мы сейчас с вами посмотрим. От неё диагноз не зависит. Больше, наверное, это даже имеет академический интерес с тем, чтобы посмотреть, что у вас исходно. Потому что всё-таки у большинства пациентов, когда только заболевают, ничего на рентгене кистей и стоп не видно. Поэтому, если вы не сделаете, ничего в этом страшного не будет. Просто для вас это некая исходная точка, чтобы потом через три года сравнить, что же стало. Не сделайте, ничего страшного. Ну, а гинеколог и ПСА для мужчин – это общее врачебное требование, которое, ну, необходимо соблюдать, в принципе, всем. Как мы ставим диагноз? Вот к нам пришёл пациент, и мы смотрим. И посмотрите, в критериях у нас четыре маркёра. Первое – это поражение суставов. То есть какие суставы мы видим воспалённые? Большие, маленькие суставы. То есть это всё от этого зависит количество баллов, которые мы дадим пациенту. Для ревматоидного артрита более типично начало с малых суставов. И поэтому за них даётся как бы больше баллов. Итак, ещё раз. Дальние суставчики на кистях – это исключение. Тазобедренные суставы тоже редко поражаются в начале ревматоидного артрита. Дальше, в диагностике, вот они, ревматоидный фактор и АЦЦП. Маркёры острой фазы, то есть мы с вами говорили, воспаление отражает цирреактивный белок и соя. И длительность симптомов больше шести недель. Почему? Потому что некоторые вирусные патологии, которые бывают у человека, прошёл через него, допустим, там, вирус кори, вирус краснухи, вирус парвовирус. То есть он может дать очень напоминающий ревматоидный артрит состояние. Но оно, как правило, самоограничивающее, самопроходящее за месяц, ну, максимум за три месяца. Но, во всяком случае, поэтому вот эта градация шесть недель, она нам необходима. Итак, если мы исключили другие заболевания, то наличие шести баллов нам говорит о ревматоидном артрите. Вот и всё. Вот так вот работают ревматологи. Никаких фокусов, никаких там зайчиков и шляпы. Чисто по критериям, чисто как в математике. Поэтому мы исключаем из подсчёта нетипичный для ревматоидного артрита. Давайте буду показывать. Дальние суставчики, вот они, дистальные, дальние межфаланговые суставы. Первый запясно-пясный сустав, вот он здесь, как раз в основании первого пальчика. Первый пальчик на стопах. Это нетипично. Сразу же говорим, что если у человека нет повышения АЦЦП, мы, конечно, ищем альтернативный диагноз. Нас это очень настораживает, потому что всё-таки 95-97% ревматоидных артритов являются вот этими АЦЦП положительными. Наблюдаем за таким человеком. Может быть и без него, но всё-таки настораживает. Вот артриты до шести недель ещё раз могут самоограничиться. Ещё раз повторение, АЦЦП и ревматоидный фактор – это только диагностические критерии, не отражающие активность заболевания. И рентген суставов не входит в критерии диагностики ревматоидного артрита, потому что изменения появляются поздно. А только необходимо, ещё раз, для динамики, ну или уж если направляем пациента на группу инвалидности, тогда это тоже потребуется в качестве экспертной функции. Давайте ещё разочек пробежимся по рентгенографии. Итак, рентгенография. Ещё раз, теперь вы уже спецы. Значит, для рук это типичные лучезапясные суставы. Посмотрите, практически нет щелей в суставах. Вот это вот дырки, это как раз-таки вот это съеденные косточки. Вот они здесь, эрозии такие, да. Вот эрозия в третьем пясно-фаланговом суставе. Ну вот они любимые для ревматоидного артрита. Для стопы первый, плюс не фаланговый сустав, исключение. Но зато весь процесс начинается с пятого пальчика. И вот они, посмотрите, какие повреждения. Какие прямо у пятого, у четвёртого. Прямо вот такие вот эрозии съеденные суставы. То есть стопа у нас начинается с пятого пальца. Позвоночник, он практически никогда не поражается. За исключением самого верхнего шейного отдела. Вот здесь мы боимся. Вот это единственный отдел, который может поражаться при плохо леченном ревматоидном артрите. Может быть между первым и вторым позвонком разрушение связочки и нестабильность в данном отделе. То есть это у нас по показаниям мы выполняем вот так шейный отдел. Следующее. Поставили диагноз. Следующее. Если мы с вами лечим, то мы должны оценивать вообще наша эффективность, какое-то лечение или нет. Как нам оценить? По активности заболевания. Я еще упоминаю на своей как бы ревматологической молодости. Оценивали мы активность так. Придет пациент и мы спрашиваем, ну вам лучше или хуже? Очень такой субъективный критерий. Потому что ревматоидным артритом страдают преимущественно женщины. И поэтому, если у женщин, сегодня она поссорилась с мужем, то у нее все будет плохо. И суставы у нее болят сильно. А если у нее великолепное настроение, собрались там все родственники, все, допустим, празднуют там юбилей, день рождения, что-то, настроение будет и будет лучше. Поэтому на сегодняшний день по самочувствию мы не оцениваем. И вообще, как бы один показатель, СОЭ или ЦРБ для нас тоже не является важным критерием. Потому что они могут измениться в зависимости от других факторов. И поэтому я вас тоже оговориваю, не нужно с ужасом смотреть на анализ, что сегодня СОЭ там было, вчера было, допустим, 38, а сегодня стало 46. Да ничего это не значит. Нужно все воспринимать только в комплексе. Итак, мы учитываем, как правило, при оценке активности четыре основных критерия, которые соберутся в одну формулу. Поэтому именно четыре критерия. Значит, какие суставы наиболее часто поражаются у человека? 28 суставов. Это практически все суставы на руках, за исключением вот тех, что мы с вами сказали, дальних межфаланговых. И коленные суставы. И уважающий себя ревматолог, что он сделает? Он на каждый суставчик из этих 28 нажмёт и спросит, больно, не больно вам? Нажмёт с определённой там силой. И кроме того, при этом он его пощупает, отёк или не отёк. То есть мы с вами наберём какое-то количество суставов болезненных и какое-то припухших. То есть уже два критерия у нас есть. После этого ревматолог вам предложит вот такую шкалу или стопроцентную шкалу, там здесь 10, не суть важна, и спросит, скажите, пожалуйста, сколько, какое у вас здоровье сейчас? Если здесь всё идеально, а здесь вообще всё плохо, сколько крадут суставы вашего здоровья? И вы отложите на этой шкале некий показатель. Ну, допустим, вот так, 44 процента. Это будет третий показатель вашего общего самочувствия. Тут же оппоненты заявляют, ну это же так субъективно. Ну и что, что субъективно? Мы же оцениваем вас в динамике. Это во-первых, то есть мы не можем не учитывать ваше общее здоровье, как вы себя чувствуете. А во-вторых, данный критерий, он имеет не столь большую значимость, как число припухших болезненных суставов. Ну и четвёртый критерий – это лабораторный критерий, либо СОИ, либо ЦРБ. И вот такая вот формула disease activity score, то есть шкала активности заболеваний по 28 суставам, в которой есть и корни квадратные, и логарифмы, никто из вас это читать не будет. Потому что, если вы очень захотите для себя посчитать, вы идёте в поисковик и забиваете DAS28 онлайн-калькулятор. И всё. И вам, вы тоже выходите на один из вариантов, калькуляторов много. Вот такой, например, калькулятор, где вы можете указать количество суставов. Допустим, здесь тенда – это болезненные, своллен – это припухшие суставы. Я вам здесь указала из 28. Дальше. В данной шкале вы указываете СОИ, или ниже, или ЦРБ. И пациент глобальный счёт, так будем говорить, общее здоровье пациента. Ну вот, допустим, после этого скалькулировали, нажали и получили некий показатель, который вам тут же скажет о некой активности. Он не имеет единиц подсчёт, он просто показателя. Для чего это нам нужно? Нам это нужно, чтобы оценить изначальную активность заболевания. То есть, такие критерии у нас существуют, мы можем сразу же сказать, и можем оценить через некоторое время. А для ревматолога временем является три месяца. То есть, мы всегда живём интервалами в три месяца, потому что у нас активность заболевания будет меняться через три месяца. Поэтому, насколько изменился данный показатель, исходя из начального. Вот здесь мы можем сказать, работает или не работает терапия, или вообще нет эффекта, надо вас на что-то другое переключать. Вот так. Опять никаких фокусов. То есть, всё чисто математика, за что я и люблю ревматологию, где мы всё-всё спокойно с вами считаем. Какой основной закон для ревматологов в настоящее время? Закон следующий. Выявляем ревматоидный артрит рано, лечим агрессивно. Вот так. И никак не иначе. Открою вам маленький-маленький секрет о том, что если мы с вами говорим про ревматоидный артрит, про какой бы тип лечения, такой базисной терапии, мы бы не говорили, у нас условно, нигде это ни в каких статьях не отражено, но так между собой мы говорим. Мы с вами идём по такой шкале 60-20-20. Что это значит? Это значит, что если мы начали вас лечить, то 60% пациентов откликнутся здорово на данный вид терапии, у них всё будет замечательно, и мы на нём останемся. 20% откликнутся, но будут либо какие-то минимальные побочные эффекты, либо не будет полной контроля с заболеванием, но в принципе как бы приемлемое состояние, если других альтернатив нет. 20% либо выраженные побочные явления, либо 20% нечувствительности к данному препарату, то есть нет эффекта, нужно менять терапию. О каком бы виде лечения мы ни говорили, это в принципе правило 60-20-20, где-то вот так вот оно и действует. Даже если мы переключаем с одного препарата на другой, то в этом случае то же самое на новом препарате будет то же самое. Но есть одно маленькое исключение. Итак, наша с вами опять естественная история. Помните, я вам просто в другом виде предоставляла. До заболевания генетика, цитруинизация, накопление антител, всё ещё заболевания нет. Дальше, какое-то нечто вроде как такое ещё не клиническое, что-то там вроде суставы болят, не болят, вот оно уже, заболевание дебютирует, ещё пока не развернулась явная картина, мы говорим про недифференцированный артрит. И, наконец, когда уже клиническая картина 100%, то есть по баллам мы набираем, мы уже говорим об ревматоидном артрите. И он делится по срокам. Очень ранние, первые 6 месяцев, ну а дальше ранний, развернутый и поздняя стадия. Так вот, 60-20-20 справедливо вот для этого прямоугольника. В очень ранней стадии, вот видите, вот это окно возможностей, или ещё только-только, когда начинается, коэффициенты будут смещаться несколько в другую сторону. Вместо 60-ти мы с вами услышим 80, потому что каскад воспалительных реакций ещё не сформировался, и поэтому данный иммунный ответ ещё не столь выраженный, и мы можем более легко подавить иммунное воспаление. Поэтому нам надо лечить очень рано, пока ещё не сформировались какие-то деструкции в суставах. Лечить агрессивно. Вот то, что мы с вами будем говорить. Итак, сразу вопрос. Нестероидные противовоспалительные препараты, которых сейчас в обиходе более 500 наименований. Ну, давайте вспомним. Диклофенаки, немисулиды, мелоксикамы, целикоксибы, кетаралаки, и т.д., и т.п., и бупрофены, и так далее. Это всё нестероидная группа. Самое главное, первый пункт, это симптоматическая терапия, которая не предотвращает прогрессирование заболевания. То есть, это не лечение, это заглушить наши симптомы до тех пор, пока не начнёт работать основная базисная терапия. Как мы назначаем данные препараты? Раз они симптоматические, то минимально эффективные дозы, потому что они имеют побочные эффекты на желудочно-кишечный тракт. Только так, сколько нужно человеку для того, чтобы подавить симптомы, чтобы он мог функционировать, работать профессионально, социализироваться, несмотря на симптомы, пока не работает базисная терапия. Предпочтительно, запомните, только через рот, ну или свечи, потому что вот этот путь введения, он естественный. Через ягодицу, то есть инъекции, ну ничего в этом хорошего нет. Вы не напасётесь столько места в ягодицах, чтобы вам ставить эти уколы ежедневно. Нет, таблетированные препараты работают столь же активно, как и инъекции. Побочные эффекты те же самые, потому что нет прямого воздействия на желудочно-кишечный тракт, но на посредовательные, через кровь. А поэтому хоть инъекции, хоть таблетки, они всё равно будут раздражать желудочно-кишечный тракт. Поэтому таблетки предпочтительнее. И всегда у меня фраза, ну вы страдаете попута, поберегите, чем она-то виновата в ваших страданиях. Поэтому только таблетки. Никогда не совмещаем два препарата. Не нужно совмещать, допустим, там, не знаю, цели как сипи и не мисулиды. Никогда. Разными путями, даже вводимые кто-то в инъекциях, кто-то в таблетках. Нет. Будет побочных эффектов очень много. Всё, что можно совмещать, это внутрь. Один препарат и снаружи, то есть в виде гели, другой препарат. Это допустимо. Мы понимаем о побочных эффектах, поэтому, конечно, защищать слизистую желудка нам необходимо. В отношении гормонов, чего всегда все пугались, потому что, да, гормоны изобрели, пусть там это были 50-е годы, это была некая панацея в тот момент от прогрессирования ревматоидного артрита, но что на сегодняшний день было показано, они имеют очень много побочных эффектов. И вызывают и внешние изменения, и вызывают остеопороз, и повышение сахара, и давления, и так далее. Поэтому в настоящее время, если мы используем гормоны преднизолон, метилпреднизолон, то это, как правило, видите, тут название даже бридж терапия, мостиковая терапия. То есть тогда, когда у человека очень высокая активность, а нам нужно как-то вот этот период, пока не начнут работать базисные препараты, переждать. Вот эти три месяца. Вот здесь мы этим мостиком и пользуем. Как правило, в низких, но редко в средних дозировках. Редко для купирования обострения. Тоже может быть такое, если вдруг прорвалось такое обострение. Можем использовать внутрисуставное. И стараемся, ну, как можно реже садить, как мы говорим, человека на гормоны. То есть даже такая, ну, как бы между собой говорим, квалификация ревматолога зависит от количества назначаемых им гормонов при ревматойном артрите. Чем меньше в обратной пропорции, чем, конечно, лучше. Вот, поэтому с гормонами здесь все очень и очень аккуратно. И считаем, что все-таки это назначаться должны ревматологи. Не просто так. С гормонами есть тоже свои оговорки. Принимать их нужно особенно, потому что гормоны, вернее, воспалительные вещества у нас выделяются максимально в 4 часа утра. И поэтому, если мы используем гормональную терапию, все-таки, то оптимально сделать так, чтобы гормоны как раз работали на этот период. Ну, спрашиваем, кто будет, сова или жаворонок. То есть, если человек поздно ложится, иногда мы даже большую часть даем на ночь, чтобы как раз на 4 часа утра подействовали гормоны. А если наоборот жаворонок, то максимально рано, как только проснулся, или даже ночью, если встает в туалет, пусть будут у вас преднизолон на тумбочке или метилпреднизолон. Вы его выпили, запили водичкой и легли спать. Никаких не надо буферов в виде там молока или кефира, там, не знаю, киселя, которые раньше. Ничего это не спасает. Нет, совершенно спокойно. Раздражающий эффект на желудочно-кишечный тракт существенно меньше, чем у нестероидных препаратов. Можно пить спокойно натощак. Вот поэтому самое главное сместить вот к этим 4 часам. Если гормоны начинают приниматься после завтрака, а еще хуже после обеда, во второй половине дня, они дают только побочные эффекты. Противовоспалительного действия они уже практически не оказывают, потому что воспаление преимущественно в 4 часа утра. Итак, наши рекомендации основные по лечению, как можно быстро достичь ремиссии или минимальной активности, то есть лечить агрессивно. Для этого мы наблюдаем, мониторим пациента, но особенно в первые вот эти 3 месяца. И вот теперь мы идем, наверное, к такому основному, это классификация средств для лечения репматоидного артрита. Итак, по препаратам. Давайте разберемся в этой схемке и быстро пробежимся, потому что многие среди вас уже прошли через эти препараты. Итак, синтетические препараты, то есть те, которые были, как бы химически получены. Традиционные препараты, традиционно мы сейчас отнесем с вами метатриксат, лефлунамид и сульфасалазин. Вот 3 основных препарата. Препараты золота тоже могут быть сюда отнесены, но практически мы им не пользуемся, у нас на территории Российской Федерации уже нет. Полоквенил, делагил в качестве монотерапии они не используются, они не дают противовоспалительного потенциала. Поэтому только редко-редко в комбинации с другими препаратами основными являются метатриксат, лефлунамид и сульфасалазин. Значит, что здесь очень важно подчеркнуть? Не только у нас в Российской Федерации, но и во всех странах считают цена-качество, цена-качество, потому что все-таки мы должны исходить такой метод хозяйственника. Поэтому в настоящее время золотым стандартом является начало терапии с метатриксата. При отсутствии, при наличии противопоказаний мы можем использовать и другие препараты. Проговорим все с вами здесь уясним. Вопрос, который был, что делать, если у человека ВИЧ-инфекция, так краем глаза вижу в чате. Если у человека ВИЧ-инфекция, то в этом случае мы можем начать и при туберкулезе. Понятно, что метатриксата или флунамид будут противопоказаны. Мы можем начать с сульфасалазина. Сульфасалазин у него меньший противовоспалительный потенциал, но зато его можно при вирусных и бактериальных инфекциях. Если все-таки ВИЧ-инфекция, но ВИЧ-ВИЧ-урознь, то есть в настоящее время есть исследования, которые показывают, что если у человека на антиретровирусной терапии все-таки клетки больше 200 и все это держится совершенно спокойно, то мы можем ему давать метатриксат на общих основаниях. Такое тоже у нас в настоящее время такие работы есть. Но здесь я думаю, что пока вот суть до дела чисто юридически лучше проводить это через врачебную комиссию, но в принципе такие работы существуют. То есть запускаем антиретровирусную терапию, выравниваем клетки и лечим его на общих основаниях при ВИЧ-инфекции. Это традиционные препараты. Дальше. Синтетическим относятся таргетные препараты. Давайте запомним их название, я обязательно все это скажу. Тофацетениб, Барицетениб, Упадоцетениб. Какие названия? Я их выговорила прямо как японские такие названия легко получилось, но уже тренировка. Есть биологические, генноинженерные биологические препараты. Все расскажу в своей сути. Есть оригинальные и есть, мы их не называем дженериками. Мы не называем как-то, мы их называем биосимиляры, потому что идентичную молекулу мы как бы получить не можем. Но по сути это вот генерические препараты, то есть подобие нечто, которое было выпущено к оригинальным препаратам. Мы называем их биосимилярами. Ну что, поехали. Итак, как только установили диагноз ревматоидного артрита, то мы должны назначить ему синтетические базисные препараты. Первый стандартный препарат, который мы рассматриваем, это метод метод рексат, если каких-то других отклонений нет. Все, это стратегическая схема, это во всем мире так, по-другому здесь не получится. Да, мы можем думать о том, что если метод рексат не помогает, неэффективен, то может быть и альтернативные другие препараты. В частности, вот они, левсунамид и сульфасалазин. Какие у нас здесь могут быть такие вот колебания в тот или в другой? Ну, метод рексат это препарат, который имеет особенности. В частности, у него может редко, но метко быть поражение легких. То есть, такая индивидуальная чувствительность к препарату меньше процента. Но у человека может быть как бы аллергическая реакция на легкие. То есть, человек может задыхаться просто на метод рексат. Редко такое бывает. Поэтому, если у человека скомпрометированные легкие изначально, но не бронхиальной астмой, а имеется, допустим, тяжелое поражение, есть такие, заболевают ревматоидным артритом, на усмотрение ревматолога. Он может начать с других препаратов. Но это уже эксклюзивно. Давайте здесь обсуждать каждому пациенту отдельно. Итак, что нужно знать про метод рексат? Мы проводим комплекс исследований, о котором я уже сказала, для исключения противопоказаний. Все, что написала, всего достаточно. На метод рексате в отношении к контрацепции беременеть нежелательно. Но если наступила беременность, ничего страшного. На сегодняшний день было показано, что дети, которые рождены от матерей на метод рексате, имеют меньший вес, но не обладают какими-то тератогенными эффектами. Поэтому, если вдруг беременность наступила, прекращаем, как только об этом узнали. А так идеально за три месяца. Мы не боимся данного препарата, то есть за три месяца мы прекращаем допланируемой беременности метод рексат. Самое главное, вы с разных концов нашей Российской Федерации запомните, что метод рексата мы раньше лечили очень маленькими дозировками. 7,5-10 миллиграмм, 12,5 – это маленькие дозировки. На 7,5-10 миллиграмм ремиссию мы достигали процентов у 10 только. А мы с вами говорим показания, да, 60-20-20. Так вот, должна быть дозировка 20-30 миллиграмм в неделю. На этой дозировке мы как раз-таки у 60% примерно и получим ремиссию. То есть дозировки должны быть адекватными. Любая базисная терапия начинает только работать через 6-8 недель. И поэтому ревматолога закон 3 месяца. То есть через 3 месяца мы уже видим, работает, не работает препарат. Для метод рексата у него есть побочные эффекты. Основные побочные эффекты, которые могут быть, это тошнота. Тошнота, которая возникает, здесь мы сразу тоже оговариваем. Мы бережем, у нас очень мало базисных препаратов. Поэтому если поташнивание, но ничего страшного. Если это регулируется какими-то противотошнотными препаратами, например, метаклопромидом или андосинтроном, все замечательно, мы оставим вас все равно на метод рексате. Но если это уже рвота, которая каждый раз возникает, да, переведем с данного препарата. Могут быть побочные эффекты на печеночные пробы примерно у 8%. Такая вот индивидуальная чувствительность. Поэтому будем отслеживать определенные ферменты, там АЛТ, АСТ, ЩФ, каждый месяц, первые 3 месяца. Если уж что-то проявится, то оно проявится первые 3 месяца именно. Но фолиевая кислота, она у нас как раз есть для предотвращения этих побочных эффектов. Несколько риск, но снижает. И назначаем ее на следующий день после окончания метод рексата. То есть, если метод рексат был в таблетках, он разделен на несколько дней. Значит, после последнего приема, на следующий день, 5-10 миллиграмм. Если это была инъекция, она ставится сразу вся, то есть, на следующий день мы будем тогда 5-10 миллиграмм использовать. Да, считается, что инъекционные формы метод рексата обладают лучшей переносимостью. Что мы должны знать еще о метод рексате? Если у человека возникает какая-то инфекция, ну, всяко бывает, простыл, пневмония, не знаю, еще что-то, прекратить метод рексат до выздоровления. Выздоровление, обычно, на инфекцию, ну, сколько требуется? 1 неделя. То есть, пропустите, по сути, одну там инъекцию или один приемок. Ничего. Вас все предшествующие дозировки метод рексата сдержат на это время. Тошнота рвота обсуждаем с врачом, потому что, может быть, либо это противорвотный препарат, либо переход на инъекционные формы. Крайне редко бывают язвы слизистых, но это, вот знаете, это эксклюзив или какие-то боли в животе. На всякий случай, прекратите, посоветуйтесь, с этим ли связано, не с этим ли связано. Может быть, поражение легких, о которых мы говорили, редко, меньше процента случаев, но каждый раз на метод рексате мы предупреждаем. Не дай бог, если вдруг вы не знаете, с чем повысилась температура, кашель, одышка возникла, ну понятно, что сейчас ковид, пандемия, мы все будем об этом настороже, но такие же аналогичные симптомы с поражением, с тем же самым интерстициальным поражением легких может быть и на фоне метод рексата. Прекращаем, советуемся с врачом или делаем быстренько компьютерную томографию. Нам здесь тоже понадобится и регулярный контроль, чтобы исключить побочные эффекты. Общий анализ крови, моча, кстати, не требуется, моча на метод рексате не меняется. Печеночные пробы АЛТ, АСТ сначала ежемесячно, первые три месяца, потому что это вот когда выплывают все побочные эффекты. Вот, если будет повышение АЛТ или АСТ больше, чем три верхней границы нормы, обычно до сорока, но мы так говорим, если будет больше ста, все, прекратите к нам на прием быстренько. Или уровень лейкоцитов опустится ниже трех, но для вас как бы даже трех с половиной. Прекратите, посоветуйтесь с врачом, что делать дальше. Вот основные противопоказания. Другими препаратами являются Лефлунамид и Сульфасалазин. Лефлунамид без всяких нагрузочных дозировок, одна таблетка в день, 20 миллиграмм. Сульфасалазин 2-3 грамма в день, то есть это 4-6 таблеток идут. Основные побочные эффекты на Лефлунамид, кстати, мы точно так же отслеживаем общий анализ крови, печеночные показатели в те же сроки. Но основной побочный эффект на Лефлунамид, пожалуй, это послабление стула бывает, вот как бы чаще оно. Иногда кожные сыпи. Редко, но бывает такое. На Сульфасалазин кожные сыпи, как бы вот такие реакции. Поэтому запомните, если такое, прекращаем, советуемся с врачом. Несколько ответов вот такие жизненные вопросы. Контрацепция при ревматоидном артрите. Ну все мы тут девочки и у всех, наверное, эти вопросы возникают. Если мы говорим контрацепцию на общих основаниях, можно за исключением только тогда, когда ревматоидный артрит лечится глюкокортикоидами. Вот тогда есть инъекции ДПО, которые на 3 месяца дают контрацепцию. Вот этого делать не нужно. Что здесь за циферки 1-2? 1-2 это приемлемо. 3-3 это нежелательно. То есть это мы не должны здесь использовать. Данные препараты. Следующий вопрос, который возникает. Использование при беременности, лактации или у мужчин. Мужчины тоже могут заболеть ревматоидным артритом. Что мы здесь говорим? Про нестероидные препараты. Да, помните, мы называли. Если они не селективные, то есть деклофенаки, бупрофены. Смотрите, в принципе, можно принимать. Но желательно во время беременности ограничить по возможности. Но опять же, беременность, мы знаем, протекает мягко. И поэтому, скорее всего, во втором-третьем триместре уже ничего не понадобится. В отношении селективных препаратов, то есть более щадящих для желудочно-кишечного тракта, мелоксикам, немисулит, целикоксиб, этерикоксиб, данных нет. Препараты более современные, поэтому данных просто нет. Единственное, что по целикоксибу его можно во время лактации. Это вот разрешено. Гормоны, преднизолон, метилпреднизолон, ограничений нет. Если мы с вами говорим по другим препаратам, но какие у нас используются, мы с вами только что говорили метод Рексат, останавливаем перед зачатием за три месяца и во время нежелательно использовать. У мужчин плюс-минус, то есть если наступает, то есть дело в том, что метод Рексат, он снижает подвижность сперматозоидов, но не влияет как бы на их какую-то там генетическую структуру. Поэтому в принципе, да, у мужчин разрешаем. Если мы говорим про сульфасалазин, сульфасалазин во время беременности можно, но только единственное, прикрываем фолиевой кислотой, потому что мы знаем, что это закладка нервной трубки у ребенка, поэтому сульфасалазин с фолиевой кислотой. Лефлунамид категорически нельзя, потому что он действительно может изменять, приводить к тератогенным эффектам, изменениям плода. И поэтому, если мы говорим про лефлунамид, то его мы должны вообще остановить за 2 года до беременности. И вот вопрос, вроде бы препарат помягче, несколько, чем метод Рексат, но с другой стороны, женщина может захотеть забеременеть, а отмывать ее придется ну минимум полгода. Поэтому, конечно, данный препарат, вот мы все время взвешиваемся, будет беременность, не будет, все эти вопросы задаем. Ну, вот такие вот схемки по основным препаратам. Идем к следующему классу, к тому классу, который вызывает очень много вопросов, геноинженерные биологические препараты и джакиназа, или ягкиназа, как это называют, то есть это синтетические препараты таргетного действия. Тоже в нашей схемке это все было. Давайте мы про них несколько слов скажем. Значит, почему не назначаем сразу, хотя вроде бы такая эффективность. Считаем, к сожалению, это во всем мире, считаем пока деньги, эффективность. Поэтому, те люди, которые будут чувствительны к синтетическим препаратам, более дешевым, конечно, на данные препараты мы стараемся не переводить, потому что просто на всех не хватит. Ну вот, как бы так говорить. Есть, конечно, все в жизни идет, развивается, и мы видим, что данные препараты, они становятся более дешевыми. То есть, еще несколько лет тому назад цена была процентов на 30 дороже. Ну, появляются вот эти сходные молекулы, биосимиляры, и удешевляются данные препараты. Поэтому, если для нас еще как бы в общей такой сети было уникально там 10 лет назад попробовать данные препараты, то сейчас уже люди многие покупают за свой счет. Конечно, хотя они все и достаточно дороги. Итак, вот такая вот схемка, которая появилась, тоже интересная достаточно. Как все развивалось? Посмотрите, это с начала 20 века. Что у нас было в начале 20 века? Практически ничего. То есть, это вера, эра, когда в начале 20 века появился только аспирин. Вот, пожалуй, все. И препараты золота, которые лечили. Дальше, в 50-х годах, глюкокортикоиды, смотрите, вот они ГК. Дальше начинают появляться базисные вот эти препараты, о которых мы говорим, сульфасалазин, азотиаприн, редко используется, метатриксат. Вот они появляются, и мы ими начинаем, умеем, учимся пользоваться, в принципе, до настоящего времени, потому что о больших дозировках метатриксата мы заговорили только в 21 веке. Первые геноинженерные препараты, да, появляется еще, допустим, вот он, лефлунамин, но тем не менее, первые геноинженерные препараты, вот они, на стыке веков примерно появляются, антитела к фактору некрозоопухоли. Вот они, конец 20 века, а дальше идет все больше, больше, больше новых и новых препаратов, и где-то последние лет, это к 10, начинают синтезироваться малые молекулы, джакки, нас, вот они идут. Вот такая ленточка. Еще раз вспомним, и сейчас давайте проговорим про биологические препараты. Ну, во-первых, биологические препараты, это тоже не панацея, у них тоже есть противопоказания, в частности, для некоторых видов есть гепатиты В и С, и интеркурентные инфекции, ВИЧ, туберкулез, сепсис, текущее онкологическое заболевание, выраженная сердечная недостаточность, в зависимости от некоторых видов, некоторые беременности, лактация, есть по возрасту ограничения, некоторые заболевания нервной системы, поэтому тоже не панацея. Ну, вот то, что у нас зарегистрировано в Российской Федерации для лечения рифматоидного артрита, биологические препараты, какие мишени, антитела к фактору некроза опухоли, еще раз, никакого отношения к опухоли не имеет, так назвали просто, название здесь имеется, первый препарат оригинальный, второй, это уже дженерик, биосимиляр, антитела к Б-клеткам, вспомните, Б-клеточный иммунитет, тот, который вырабатывает антитела сам по себе, то есть мы здесь давим именно вот этот Б-клеточный иммунитет, и есть еще к интерлекину 6, но есть еще костимуляция некоторых лимфоцитов, вот по сути все препараты, которые у нас зарегистрированы, давайте посмотрим, здесь на примере антител к фактору некроза опухоли, как действуют данные геноинженерные биологические препараты, и так, когда идет воспаление, у нас идет каскад, то есть некая клетка, это может быть лимфоцит, здесь макрофаг, ну активированная Т-клетка, и суть важна, вот эта клетка начинает продуцировать воспалительное вещество, но в данном случае это фактор некроза опухоли альфа, она продуцирует, но ведь клетка это никакого отношения к суставу не имеет, этот фактор некроза опухоли альфа, он попадает в кровь, кровоток, доходит до целевой клетки, а целевой клетки у нас является синавиальная оболочка, то есть клетки в области сустава, в этих клетках имеются рецепторы, на которые может зацепиться данное воспалительное вещество, и проникнуть внутрь клетки, и дальше запустить уже внутри клетки все эти воспалительные реакции, где мы можем поставить защиту, мы можем выработать антитела к самим вот этим клеткам, ну вот анти-Б-клетки, подавить просто выработку веществ, мы можем выработать антитела к фактору некроза опухоли альфа, или к другим, там интерлекино-6, например, мы можем заблокировать вот эти рецепторы, и мы можем наконец поставить блок внутриклеточный, то есть вещество раз и не проникает туда в клетку, вот так и работают джаккиназы, они как бы препятствия для проникновения в клетки, но постаралась так объяснить. Значит, что мы здесь оговариваем? При ревматоидном артриле есть только одна маленькая особенность, ген-инженерно-биологическим препаратом могут вырабатываться антитела, поэтому, как правило, многие ген-инженерные, в частности, антитела к фактору некроза опухоли альфа, не исключает прием синтетических препаратов, в частности, метод риксата, чтобы подавить выработку вот этих вот инактивирующих ген-инженерные препараты веществ. Как мы с вами сказали, давайте попробуем вернемся сюда, если мы вырабатываем антитела, это большая молекула, состоящая из многих белков, поэтому антитела, то есть ген-инженерные препараты, они могут вводиться только либо внутривенно, либо подкожно. А вот эти вот малые молекулы, которые блокируют проникновение вещества внутрь клетки, это таблетки синтетические. Ну, по некоторым препаратам, давайте скажем, эффективность препаратов также будет примерно 60-20-20, ну, примерно, плюс-минус там, в зависимости от препарата. Каждая имеет свои особенности. Все мы знаем о том, что просто вот это нам говорят, о том, что могут быть инфекции. Ну, могут быть инфекции. Ну, посмотрите, риск развития туберкулеза на терапии антителами фактора некроза опухоли повышается. И среди тех, кто употребляет более 500, более 1000 дней, то есть это больше 3 лет, риск развития туберкулеза примерно около 0,5%. То есть каждый 200-й разовьет туберкулез. Много-мало? Ну, вот в абсолютных цифрах, наверное, немного. С тем, чтобы со всем этих препаратов уже не лишаться. Да, есть риски, да, необходимо следить, но с другой стороны риск-то, в общем-то, не очень высокий. Ну, у разных препаратов немножко колеблется, но, тем не менее, невысокий риск. Поэтому, если мы говорим именно про антитела к фактору некроза опухоли альфа, то мы обязательно должны профилактировать туберкулез. То есть мы обязательно проводим здесь уже больше скрининговое исследование. Не просто флюорография, а желательно компьютерная томография. Обязательно пробы на туберкулез, который делается. И обязательно, если было когда-то что-то про туберкулез, какие-то вот там будут латентные туберкулезные инфекции. Обязательно, либо на другом препарате поведем генно-инженерный, либо будет профилактирующее лечение против туберкулеза. Если человек у нас получает, да, вопрос тоже жизненный, если человек у нас возникает вопрос о вакцинации, вакцинации очень часто вопрос, кстати, сразу скажу, что по ковиду и в отношении ревматоидного артрита пока вопрос не лишен, не решен окончательно, рекомендации нет, но как бы вот я со своей стороны больших противопоказаний не вижу. Тем не менее, если человек на генно-инженерных препаратах, если на обычных, то есть на метод рексата, вакцинация идет по общему плану. На генно-инженерных здесь видите разные схемки, которые показывают, какие сроки лучше вакцинировать человека. Особенно это касается препаратов, которые идут против Б-клеток, потому что там просто не выработаются антитела, то есть толку от вакцины не будет. Очень аккуратненько смотреть на живые вакцины, но живых вакцин у нас не так много. Это против туберкулеза, это детский возраст, да, БЦЖ, возрослым это не ставят. И быть аккуратным, когда идет экстренная ревакцинация против краснухи и кори, особенно против кори, потому что там бывают и инактивированные вакцины, живые вакцины, тоже могут применяться. Вот здесь нежелательно для наших пациентов. А посмотрите на что настоятельно. Вольным с ревматоидным артритом настоятельно рекомендуют вакцинацию против гриппа и пневмокока, и мы это поддерживаем двумя руками. Не надо нам еще дополнительной инфекции. Вопрос, если пациент у нас получает ген-инженерные препараты, и у него возникает необходимость в плановой операции, но если экстренная, там никуда не денешься. Но тем не менее, действительно, ген-инженерные препараты увеличивают риск развития различных инфекционных осложнений, пусть не так много, но все-таки в 5 раз. Инфицирование раны у тех, кто не получает, 4%, у тех, кто получает, около 8%. То есть, вот такие вот риски, они существуют. Поэтому, если мы здесь говорим о плановой операции, то в этом случае вот такие для нас схемы, можно о них не считываться, можно потом посмотреть, если вдруг это касается вашего индивидуального вопроса. Но самое главное, надо отменять за определенные сроки назначения вот этих ген-инженерных препаратов и возобновлять, какой бы ни был, через 4 недели после того, как будет хорошее заживление раны и отсутствие признаков инфекции. И опять же, про препараты, которые ген-инженерные, продолжение вот этих препаратов в отношении беременности, лактации, что мы здесь говорим? Если мы говорим о антителак, фактору некрозоопухоли альфа, в основном они все останавливаются в первом триместре за исключением одной молекулы, которая является очень большой и точно не проникает через плаценту. Это препарат цертализумаб. По другим данным, просто нет по препаратам. И опять же, ген-инженерные, на которых возникает очень много всяческих споров, не панацея. Даже 2005 год посмотрели, ну практически 7 тысяч пациентов и посмотрели после 6 месяцев приема. 35% прекращает прием первого антифенова. Что у нас в сухом остатке остается? 65%. Помните, вы говорили, 60 будет эффективно? Вот они и остались. Из-за чего? Неэффективность, побочные эффекты. Вот то, что получается. Поэтому все равно здесь приходится переключать и на другой препарат, и, возможно, на третий препарат. И два слова про те еще одни синтетические препараты. Помните, мы говорили с вами якиназы, джаккиназы, янускиназы, их по-разному называют. Это внутриклеточные, то есть молекулы, которые применяются в таблетках, они встраиваются в клеточную стеночку и препятствуют проникновению вещества внутрь клетки, тем самым стимулирование воспаления. К сожалению, тоже цена вопроса пока дорога, но тем не менее ревматология совершенствуется и, как видите, очень и очень много разных новых мишеней появляется. Поэтому, говоря уже здесь несколько таких слов, то есть я здесь скажу о том, что если мы назначаем ту или иную терапию, первые три месяца мы должны больного смотреть раз в месяц. Если достигли ремиссии, то раз в три месяца, вернее, после этого раз в три месяца достигли ремиссии, значит, тогда раз в шесть месяцев наблюдения. Если мы вас обучили, мы понимаем, на какие точки мы должны смотреть, то есть нам самое главное, ну, допустим, в первые три месяца просто убедиться, что нет побочных эффектов. Поэтому иногда мы даже говорим о том, что, может быть, и не стоит к нам приходить, давайте к нам через телемедицинские консультации, потому что просто посмотреть на ваши анализы, в первые три месяца это самое главное, и оценить ваши побочные эффекты, есть они или нет. Если контроль имеется, ну, тоже частого наблюдения такого очного, в принципе, здесь даже нет необходимости. и вопрос, который хотелось бы очень сильно коснуться, это вопрос о том, что если у человека возникает ремиссия, мы ее достигли, ничего не болит, пожалуйста, не бросайте препарат. Вы не уникальны в своих желаниях, в своих особенностях, но сплошь и рядом. Все хорошо, я решил поставить эксперимент и прекратил принимать метатриксат или там какой-то другой препарат. Чего добьетесь? У вас через три месяца, как только отмоетесь от препарата, вновь возникнет активность, и с ней бороться уже будет несколько сложнее, чем в самом начале. Поэтому, давайте так, снижать препарат мы будем. Будем совместно. Как долго принимаются препараты? Препараты базисные применяются не менее, чем один-полтора года четкой ремиссии. То есть все идеально, все хорошо, один-полтора года. И после этого мы не прекращаем, а мы лишь делаем шаг к низу для подбора оптимальной дозы, которая будет вас держать. К сожалению, уйти совсем от препаратов позволительно только процентов 10 пациентов. Остальные остаются на маленьких дозировках, которые им не мешают жить, радоваться всему чему угодно. Мы не забываем также о том, что при артритах бывает тревога и депрессия, бесконечная боль. Все это мы можем. И поэтому мы специально на это и нацеливаем. То есть мы беседуем с каждым человеком, но стараемся все-таки поднять как-то его дух. Поэтому все здесь стараемся сделать. И понимаем о том, что если тревога или депрессия, то человек может говорить, что мне становится плохо чисто вот из-за этих расстройств. Поэтому для того, чтобы это все снизить, вот эту напряженность, нам нужно адаптировать вас. Что главное? Активно познать свое заболевание. Для этого мы и существуем. Для этого мы и даем школы, чтобы вы понимали, как мы вместе будем работать, понимать цели нашего лечения. И сотрудничать с врачом в плане мониторинга здоровья. Если надо, подключим и антидепрессанты, и какие-то противотревожные препараты. Но зачастую беседа и понимание заболевания это самое главное, чтобы снять этот напряженный фон. Ну и что мы еще? Мы не уникальны. Ревматоидным артритом. Люди болели. И люди находили вот эту адаптацию. Вот эти люди, которые страдали ревматоидным артритом, то есть вы знаете, и пели, и управляли государством, и танцевали, и все, что угодно делали. Ну и конечно, гестренуар, когда не было никаких лекарственных препаратов вообще, то есть он спасался тем, что он рисовал картины. Вот эта картина купальщица в 1915 году нарисована с его больными искореженными руками. То есть жить можно, продолжать можно. Что еще мы позиционируем в нашем ревматологическом центре, о чем мы говорим? В любом случае движение – это всегда. То есть это самое главное. В ходе движения вырабатываются у нас противовоспалительные вещества, то есть эндорфины, энкефалины, они нам необходимы для того, чтобы вырабатывались вещества и у людей было совершенно другое настроение. Поэтому здесь нам крайне необходимо двигаться. как? Вот этот вопрос, который всегда нам задают, что делать, чтобы помочь нашим суставам? У нас вопрос у ревматологов, ответ, как правило, здесь такой. Делайте то, что вам позволяют суставы, то, что дает вам, не усиливает болевых реакций. Но, наверное, это не совсем правильный ответ, потому что все-таки должен быть специалист, который вам покажет это все. И вот здесь мы тоже можем похвастаться, что в нашей новой больнице. То есть, знаете, вот как, ну не знаю даже, как сказать, вот когда приобретаете какую-то новую, уникальную, ну вещь не сказать, потому что это человек, но когда вот новый человек появляется, которым мы радуемся, это очень многого стоит. У нас в наших стенах появился Никита Михайлович, молодой, замечательный человек, его образование, это Институт физической культуры нашего Уральско-федерального университета, является, да, молодой, все-таки 93-го года рождения, поэтому полный всех радостей жизни, поэтому мы тоже надеемся, что мы будем очень тесно сотрудничать. Обладатель дипломов, лучший студент, он у нас окончил и магистратуру по направлению там использования восточных практик, но самое главное, что он поработал в таких местах, как не только преподавателем в Урфу, но и в кинезоцентре, в команде позвоночника, в областном центре реабилитации инвалидов, то есть он понимает проблемы наших пациентов. И то, что он поработал на разных реабилитационных тренажерах, то, к чему мы, как врачи, ну, клинические специальности, может быть, даже таких подробностей не знаем. Поэтому я с удовольствием сейчас Никиту Михайловича приглашу сюда, он нам тоже несколько слов расскажет, и я пока посмотрю вопросы, которые возникли, но все-таки не покидайте аудиторию, потому что у меня есть еще несколько слайдов, которые хочется... Добрый вечер, участники онлайн-школы. Как меня слышно? Великолепно. Всех приветствую. Хотелось бы добавить несколько слов о наших методиках, о том, как мы планируем работать с пациентами, имеющими ревматоидный полиартрит. Хотелось бы сказать, что лечебная физкультура при ревматоидном полиартрите направлена на укрепление связок и мышц, а также она положительно влияет на увеличение объема движений в суставах, а также мы предупреждаем за счет движения появление контрактур, что тоже немаловажно. Лечебная физическая культура показана практически всем пациентам, в том числе даже при обострениях. При обострениях мы работаем в пассивном варианте. При значительных ограничениях возможно работа в виде дыхательных гимнастик. Ну и как уже говорилось, что нередко данное заболевание сопровождается какими-то депрессиями, хотелось бы отметить, что физическая активность положительно влияет еще и на эмоциональный фон, потому что движение все-таки это жизнь, это радость. Главным условием ЛФК при лечении ревматоидного артрита является регулярность занятий. То есть человек должен понимать, что для достижения терапевтического эффекта нужно работать систематически утром, допустим, днем и день за днем продолжать помимо приема терапии заниматься еще и физической составляющей. Потому что после правильной физической активности достаточно часто пациенты отмечают появление легкости, а также ощущение меньшей скованности в суставах. Неважным фактором в реабилитации является выработка правильного стереотипа движений у пациента. нужно понимать, что существуют движения, которые являются так называемыми провокаторами. И этих, собственно, движений-провокаторов стоит избегать. Допустим, при переключении переключателя, когда мы заходим в комнату и включаем свет, важно сохранять правильное положение предплечья и кисти по отношению друг к другу. То есть не стоит заваливать кисть, а кисть должна быть продолжением предплечья. При правильных положениях также играет роль то, как мы кладем руки на стол. То есть мы не должны заваливать мизинчик в сторону. Для примера можно показать, что когда мы кладем руку на стол, мы можем обхватывать какой-нибудь цилиндрический предмет или же контролировать положение рук, класть их на ребро, то есть чтобы избегать неправильного положения лучезапясного сустава. При обострениях есть вариант использования мяча, то есть просто положить кисть на мяч, тем самым мы примем такое нейтральное положение, в котором ощущения будут более комфортные. Ну, и хотелось бы показать несколько упражнений, которые мы можем вам предложить на наших онлайн-занятиях. На самом деле все упражнения подбираются индивидуально в зависимости от состояния пациента. При дискомфорте всегда возможно найти какой-то аналог упражнения или подобрать именно то упражнение, которое будет для вас комфортно и в то же время эффективно. Одним из простейших упражнений является подъем кистей, то есть кладем руки на стол и сначала поднимаем только кисти в комфортную амплитуду, не форсируя движения. Далее начинаем поднимать пальцы, в том числе большой. Растирание ладоней, запястья, суставы пальцев, начиная от максимальных заканчивая дистальными. Соединяем большой палец с указательным средним безымянным мизинчиком каждой рукой, щепоть, кисть, щепоть, кисть, щелбаны каждым пальцем, круговое движение, круговые движения, круговые движения с расслабленной кистью, также возможно использование мягких мячей эспандеров, в моем случае он твердый, но посжимать мягкий мячик, ну и для формирования, так сказать, свода ладони тоже можем использовать допустим теннисный мяч, положить ладонь на него и попытаться обхватить ее, обхватить мяч и приподнять за счет мышц ладони, потом добавив пальцы, это будет неплохим подспорьем в вашей работе дома. Больше не буду задерживать, на этом заканчиваем. Спасибо большое, Никита Михайлович, я думаю, заинтересовали наших слушателей. Я сейчас вернусь, далеко не уходите, потому что, мало ли, да, он вам значки ставит, видите, флажки, то есть все, заинтересованность в физкультуре достаточно большая. Значит, уважаемые слушатели, я сейчас вернусь к своему дальше докладу, но я очень сейчас я в чате отправлю ссылочку, пожалуйста, вот по этой ссылочке, скопируйте ее к себе и зайдите, пожалуйста, по ней, ответьте на вопросы нашей маленькой анкеты, потому что мы все-таки являемся еще и научными работниками и нам нужно понимать, насколько наши школы нужны, насколько не нужны, а вот эту обратную связь, поэтому мы будем крайне благодарны, если по этой ссылочке вы зайдете и ответите. Вот, а я сейчас, и Никита Михайлович, пожалуйста, не уходите, мало ли появятся к вам вопросы, потому что я еще хочу дальше продолжить, потому что ревматоидный артрит, к нам приходят разные пациенты, кого-то мы успели и сделали свое дело, а вот если ревматоидный артрит уже, как скажем, сделал свое дело, что здесь можно в настоящее время придумать? Я сейчас покажу на достижения, которые были выполнены хирургами, ортопедами в нашем городе и в восторге. Вот такие вот кисти, то есть одна кисть у нас прооперирована, догадайтесь, какая вторая, не прооперированная кисть, то есть полностью восстановление. Что напоминает о том, что была операция? Приглядитесь, вот этот вот маленький-маленький косметический такой шов. Все, кисть полностью восстановлена, а была она в таком же виде, как левая кисть. Кисти видно, да, более пожилой женщины, а вот это кисти молодой, красивой, изящной женщины. Посмотрите, какая была одна кисть, вторая прооперирована. Я, честно говоря, даже на фотографиях не могу различить, где у нее шовчик есть. Великолепно, и ношение колец, и всего, что угодно, то есть можно показать, и маникюром можно похвастаться, потому что это, конечно, красота, это женская кисть. Никто не скажет, что эта женщина болеет ревматоидным артритом. Одно маленькое, но мы вас отдаем ортопедам на восстановительное лечение только тогда, когда не будет активности, иначе вся операция пойдет на смарку. Итак, вопрос, для чего нужен контакт с ревматологом? Вот такое резюме. Итак, первое. Безусловно, это сторонняя оценка активности заболеваний и побочных эффектов терапии. Себя оценить бывает очень сложно. Опять же, поконфликтовали, будет казаться, что все болит. Поэтому, безусловно, нужно оценить активность и своевременно переключаться на другой вид лечения. Правильно снижать базисную терапию. Еще раз, и мы должны об этом подчеркнуть. Выявляем депрессию, тревогу и воздействуем на данные нарушения, потому что они усугубляют болевой синдром. Это известно, это четко понятно. Кроме того, получение информации о новых видах лечения. И вот такой пункт, как программы по терапии ревматоидного артрита. Да, мы говорим о том, что зачастую терапия бывает дорогой, очень дорогой. Но иногда, и мы знаем это, как ревматологи, к нам приходят, о том, что где-то проводятся клинические испытания. И мы вас в эту программу, если она идет, постараемся как бы впустить, чтобы вы не платили деньги, а получали какую-то более эффективную терапию, если стандартные лекарственные препараты не работают. Или какие-то, допустим, сейчас очень много достаточно появляется, но будем так говорить, рекламных, нерекламных, ну какие-то вот виды лечения, даже неправильно сказала. То есть имеются зарегистрированные препараты, но в силу каких-то соображений фирма решает снизить цену. То есть снижает, бывает иногда в два, в три раза. То есть они становятся более доступными. Естественно, что это зарегистрированы все препараты. Это аккумулируется сведения у нас, мы можем вам это что-то сказать. Ну и конец, это достижение ремиссии перед любым оперативным восстановительным лечением. Нельзя идти на эндопротезирование, нельзя идти на реконструктивные операции кистей и стоп, будучи в активности. Если это будет протез, обязательно сядет туда инфекция, если вы не будете в ремиссии. Поэтому дайте нам ее достичь. Ну вот то, что мы здесь говорили. Теперь несколько слов о нас, о том, где мы и чего мы как занимаемся. 1 октября прошлого года у нас был организован Центр клинической ревматологии в Новой больнице. Мы работаем там. Наш телефон для записи к нам у нас 5 человек ревматологов работает. Никита Михайлович, он в отделении реабилитации, он нам активно будет помогать, я так надеюсь. Можно записаться. Телефон для записи Екатеринбурге 355-56-57. Если вы зайдете на сайт Новой больницы Екатеринбург, найдете вот эту клеточку ревматологический центр, он у нас так. Здесь у нас с вами есть и запись на консультации онлайн. Здесь телефон несколько другой, который, но это тоже действующий телефон. Но кроме того, там же на этой страничке есть школа для пациентов. То есть вы можете посмотреть и будущие школы, и записи прошлых школ. То есть можно посмотреть на этой странице, можно посмотреть в Ютубе. То есть в Ютубе тоже набираете Ютуб Новая больница и тоже будут записи различных школ. Потому что мы провели много уже и по остеопорозу, и по боли в спине, и по боли в коленном суставе, и по подакре. Разные школы и много еще планируется. Для нас то, что мы хотим еще в этом году провести, пока вот как бы до мая расписаны, дальше у нас тоже есть тематика. То есть вы меня кто-то спросил о том, что делать при болезни Бехтерева и при сподилоартрите HLA-B27 ассоциированными. Через две недельки Анастасия Викторовна Сарапулова, сотрудник нашего ревматологического центра, как раз таки будет выступать с этой проблемой. Я думаю, все вопросы можно ей будет адресовать. И она вам расскажет, чем же отличается болезнь Бехтерева, хотя это тоже воспалительная патология от ревматойного артрита. А через некоторое время, в апреле я расскажу, чем же псориатический артрит отличается от ревматойного артрита, у кого он страдает, то есть все-таки течет несколько по-другому. Что еще? Мы активно начали, включили систему телемедицины, и с июня мы работаем в этой системе. То есть по телефону, который здесь представлен, можно получить консультацию. Наиболее развернутое консультирование для тех пациентов, которых мы уже видели, то есть какие-то вопросы возникают, и мы ратуем за применение телемедицины в плане того, что данные консультации нам позволяют зачастую посмотреть на побочные эффекты, то есть не приходя к пациенту в клинику, это и удобнее, то есть провели уже порядка там 70-80 консультаций, все указывают на то, что это удобнее из дома в удобное время. Я, допустим, беру всегда вечернее время, поэтому всем удобно, все спокойно, ну и более того, это и дешевле существенно. Ну и тоже вот то, что мы сегодня говорили, Никита Михайлович, то есть мы сейчас будем ратовать за программу вот этой лечебной физкультуры, то есть подключение его к нам, мы его перетягиваем на себя, что с ним, если вы захотите индивидуально с ним, то есть можно на индивидуальную консультацию в телемедицине, то есть вот по этому же телефону сказать, что я хочу проконсультироваться по типам гимнастики, порешать все проблемы, выйдете, Никита Михайлович вам все проговорит индивидуально для вас, понимая ваши заболевания. Ну и второе, это не только ратуя за ревматоидный артрит, но и любые ревматологические заболевания, мы всегда говорим, движение – это жизнь, поэтому будем организовывать и группы, такие очень маломерные группы, то есть 4, максимум 6 человек, также Никите Михайловичу мы предлагаем, ну допустим, при боли в коленном суставе, при боли в плече, с одинаковыми проблемами и он будет проводить такие групповые занятия, здесь даже у нас программа разработана на 12 занятий в течение месяца, то есть 3 занятия в неделю, чтобы это было в удобное время, 40-минутные занятия, чтобы он вам показал, какие правильные движения делать и объяснил, что правильно, что неправильно, что вредно для сустава. Вот это то, что касается телемедицины. Ну и по телеконсультациям. Да, внешняя, правда, слайд уже, но тем не менее, мы радуемся за то, что только половина и Екатеринбуржцев и обращаем внимание, что все-таки выходим уже на территорию всей Российской Федерации, потому что, ну вот, 17% это в городе России, который даже не контактирует со Свердловской областью. Это для нас здорово. И результативность телемедицинских консультаций, то есть большинство пациентов, 95 с лишним процентов, получают ответы на все вопросы, какие только можно по телеконсультации. Вот, поэтому я с удовольствием сейчас отвечу на все ваши вопросы и еще раз я в чате копирую вот эту ссылочку, ту же самую. Пожалуйста, дайте нам обратную связь, ответив на вопросы анкеты. Мы будем крайне благодарны вам, честное слово, потому что для нас это очень-очень важно, но считайте, получить мы вас не видим, поэтому видим, да, что флажочки загораются, ну а более, как бы, результативно, это дать нам обратную связь через анкеты. А я пока отвечу на вопросы, которые вы задали. Итак, давайте, значит, здесь Зинаиде ответили, как к нам попасть, то есть телефоны для записи продемонстрированы. Про ВИЧ-инфекцию мы сказали. Так, давайте, Наталья. У меня ревматоидный артрит уже практически 10 лет, осложненный поле нейропатии. Принимаю метод Рексат и Митипред, но поле нейропатии практически не лечит. Давайте мы разберемся все-таки в понятиях поле нейропатии. Значит, что это из себя представляет? Любые периферические нервы у нас очень похожи на провода, которые идут вот в стенках с электричеством. То есть у них в центре есть проводник, который окружен неким изолятором. Чаще всего при поле нейропатии страдает именно вот этот вот изолятор, который есть вокруг нервного волокна. При воспалительных процессах он страдает быстрее. Поэтому, если у человека есть поле нейропатии при ревматоидном артрите, чаще всего она бывает связана либо с активностью заболевания, либо с побочными эффектами терапии. Потому что вы принимаете не, как бы сказать, не физиологичную дозу митипреда, три таблетки. При ревматоидном артрите, мы говорим, как бы пределом должно являться для женщин вообще полторы таблетки. Вы принимаете достаточно высокую дозировку. Не исключено, что есть побочные эффекты в виде повышения сахара. Поэтому, тоже может вызвать поле нейропатии. Поэтому, что мы в таких случаях делаем? Пересматриваем базисную терапию с тем, чтобы снизить активность и уменьшить дозу гормонов. Будет уходить очень сложно, вы принимаете долго, но тем не менее, по четвертушкам, по восьмушкам мы сможем уйти с этой дозировки, которая есть у вас. И следующее это уже лечение поле нейропатии. Это препараты, которые восстанавливают вот эту нервную оболочку. Да, это и октолепен, да, это и витамины группы ПП, ну то есть самые разные препараты. Но самое главное, то есть постараться устранить ту причину, которая вызывает именно вот это повреждение оболочки. Атрегинный вопрос. Может ли быть обострение после горячей бани, холода, стресса? И физической нагрузки. Значит, стресс, мы с вами сказали, это субъективное ощущение, которое может привести к ухудшению легко и восприятию боли у человека. Горячая баня и холод, да, могут ухудшить состояние, если у человека не было четко достигнута ремиссия. Если у человека все хорошо, и такие у нас примеры есть, я очень горжусь тем случаем, когда у меня пациентка вошла в ремиссию и из депрессивного состояния, ей 36 или 38 лет было, она научилась кататься на мотоцикле и съездила со своим, как бы сейчас можно говорить, бойфрендом, может поженились они уже, съездили до Сухуми на мотоциклах. Это было супер, то есть, вот это активный образ жизни. Вот, поэтому, да, могут вот эти внешние факторы обострять, если у человека не было достигнутой ремиссии. Поэтому, если все достигнуто, то в этом случае, как правило, он живет обычной жизнью, но на лекарственные препараты. Обойтись только нестероидными препаратами и митепредом без метатриксата нежелательно. Мы с вами сказали, что нестероидные препараты и митепред это симптоматическая терапия, не останавливающая деструкцию суставов. Они только дают снижение симптомов. Поэтому базисная терапия должна быть. Метатриксат или что-то другое, но должно быть. Итак, про Аши Лябы 27, Наталья. С удовольствием давайте я переадресую вопрос Анастасии Викторовне. Через 2 недели она вам на него ответит. Регина. После родов через 2 месяца было обострение. Врач-ревматолог сказал срочно отменять грудное вскармливание и принимать митепред и нестероидные препараты. Пришлось переводить на смесь. Можно ли было кормить грудью и пить митепред? Схемы я вам показала. Митепред при лактации не противопоказан. Сульфосалозин при лактации не противопоказан. Целекоксиб при лактации не противопоказан. Да, наверное, все это было возможно как бы продолжить. Если зафиксировано повышение уровня трансаминаз выжат 2,5 норм дважды на фоне метатриксата, согласно рекомендациям препарат отменяется. А что предлагается в этом случае? В этом случае мы меняем на лифлунамид. Препараты разного класса. Они, ну, во-первых, мы выясняем с чем это связано, чтобы еще раз не пропустить никаких вирусных нагрузок. Что у человека. И если это было связано именно с токсическим повреждением метатриксата, то меняем на лифлунамид. Это разного класса препараты. Повреждение печени возникает не из-за прямого какого-то токсического действия метатриксата, а так называемой идеосинкразии, индивидуальной чувствительности пациента. И далеко не у всех разовьется повреждение на метатриксат. И, соответственно, совершенно другого класса лифлунамид может не дать никаких проявлений. Если будет и там, и там токсические проявления, думаем, что делать. Вот здесь уже решаем вопрос о смене препаратов на другие классы, что мы с вами говорили, генноинженерной терапии или малых молекул. После перенесенного ОНМК как продолжать прием метатриксата? Значит, Юля, если перенесли кто-то у вас ОНМК, острое нарушение мозгового кровообращения, но самый главный вопрос, если у человека восстановился и глотает, да, то есть все как бы спокойно, то есть может жить как бы дальше, как есть, так все и есть. Большие проблемы возникают, если у человека возникают какие-то проблемы с глотанием, с передвижением, контроль анализов встает под вопросом, потому что он маломобильный человек. В этом случае решаем индивидуально. Если таких осложнений нет, значит еще раз метатриксат, если вот такое возникает, думаем о том, что делать. Иногда, совершенно, допустим, уже в таких конечных стадиях, когда человек маломобильный, малоподвижный, не контролирует, с нарушениями глотания переведем его на гормоны, чтобы нам не давать каких-то токсичных препаратов. Но так особенности нет. Так, про запись видео вам ответили. Три года ревматоидный артрит, принимая 17,5 мг метатриксата, таблетку метипреда и плотвенила. Но обострение приходит время от времени. Что посоветуете? Судя по всему, Чулпан, у вас есть чувствительность к метатриксату, то есть вы ответили на него. Первое, что я бы посоветовала, это увеличить дозу метатриксата. У нас дозировки при ревматоидном артрите допустимы до 25-30 мг. Так, Акбота. У меня, помимо ревматоидного артрита с 12 лет, сейчас 28, еще и остеопороз. Критерий минус 3,4 Z. К сожалению, соя постоянно повышенная. И через 2 года хочу планировать беременность. Принимаю метаджек 12,5 мг. Хорошо помогает, по утрам скованности нет, как раньше. Ревматолог сказала, что при планировании беременности отменяют метаджект, переходят на метипрет и плаквенил. Так, давайте здесь отвечу. Значит, во-первых, вопрос, хватает или не хватает 12,5 мг, это отдельный вопрос. То есть, нужно, не нужно увеличивать. Метаджект, это тот же самый метатриксат, который мы говорим, отменяем за 3 месяца до планируемой беременности. На что мы можем вас перевести? Мы можем перевести на комбинацию, которая доступна по цене, это сульфасалазин и метипрет, маленькая дозировка. То есть, это мы можем с вами оставить. Помятую о том, что при ревматоидном артрите, как только вы забеременеете, скорее всего, вы войдете в ремиссию, учитывая, что это повышение уровня эстрогена. Если будет высокая активность, то здесь решаем индивидуальные вопросы, потому что здесь идет вопрос о геноинженерной терапии, которая может быть при ревматоидном артрите некоторые препараты и во время беременности. Но, как бы, ответ самый простой и доступный это вот таким образом. Дарья, есть ли данные, когда появится метод рексат в таблетках в России? У меня таких данных, к сожалению, нет, но, судя по всему, когда у нас вот эти все возникают пертурбации и перерегистрируется препарат обычно где-то с полгода, вот какая-то такая закономерность. С полгода назад у нас исчез азотиаприн, сейчас он уже есть во всех аптеках, хотя это наш Симашка, завод имени Симашка. Но вот какие бы препараты не пропадали, примерно они через полгода восстанавливаются. Но это чисто мое мнение, официальных данных у меня нет. Так, так, так. На митипред, не опасно ли приходить на митипред, поскольку есть еще и остеопороз? Так, в отношении остеопороза, значит, ну, если это митипред и мы будем планировать перед беременностью, то мы будем все-таки планировать митипред на очень короткий период. Будем его планировать всего-то там три месяца, которые нам нужно продержаться, чтобы метод рексат вымылся из вашего организма и вы ушли на беременность. Ну, допустим, еще три месяца, в течение которых может быть вы не сразу забеременеете. Маленькие дозы митипреда, ну, честно говоря, остеопороз не усилят. Поэтому лучше, конечно, и обязаны мы назначить еще и сейчас препараты и кальция, и витамина Д, чтобы это было в вашем обиходе. Но, понимаете, здесь мы вопрос, скорее всего, будем индивидуально решать с вами. Беременность нужна. Значит, вопросов здесь уже никаких не будет. Меняем метод рексат перед беременностью на сульфасалазин при необходимости, симптоматически, то есть, ведь мы не сразу, асимптоматически добавим митипред, если это будет необходимо. Он же у нас симптоматически действует. Ну, и получается, что он у нас будет не очень большим периодом. Поэтому так. Дмитрий, подскажите, пожалуйста, стоит ли делать замену суставов в Екатеринбурге? Есть ли хорошие больницы, специализирующие на данных операциях? Или лучше делать в каком-то другом городе, Москва, Санкт-Петербург? Что я могу здесь сказать? Больницы у нас есть хорошие, но когда мы говорим про операции, мы всегда говорим выбирайте руки хирурга. То есть, он, ну, должны быть хорошие руки. Вот по-другому здесь не скажешь. То есть, если мы говорим про чисто город Екатеринбург, именно про наших ревматологических пациентов, которых знают, с которыми мы сотрудничаем. То есть, это у нас областная первая больница, институт травматологии, ортопедии, госпиталь инвалидов, воин. В Нижнем Тагиле, это тоже в Свердловской области. То есть, вот это люди, которые, я не говорю, есть в других местах, где оперируют, чтобы не обидеть, эндопротезы. Но эндопротезы при ревматических делах, то есть, да, мы можем, как бы, вот мы сотрудничаем с ортопедами в данных клиниках. Регина, я не могу сказать, почему не могли увидеть нас. Мы все работаем. И Анастасия Викторовна, посмотрите ее вебинар, он неделю назад был, он уже выложен на Ютубе про грудное вскармливание, про беременность. Передайте им своим там, но все равно и есть. То есть, мы все рассказывали про коллегам, своим знакомым этот вебинар. Мы крайне стараемся придерживаться и беременности, и кормления, и сделать все, что можно. Поэтому, да, на Ютубе, вот буквально неделю назад Анастасия Викторовна рассказала про беременность и грудное вскармливание. Зайдите, там этот вебинар выложен. Так, спасибо вам за все. Так, еще есть вопросы. Видимо, у нас так, здесь вопросы гляжу. У Марии, подскажите, пожалуйста, метод Рексат пожизненно или есть шанс его отменить? Мария, все зависит от активности заболевания. То есть, если мы говорим про обычное течение, то 10% у нас уходит с метод Рексата. Не больше, к сожалению. Но есть один замечательный период в жизни женщины. Если у вас наступила проблема ремотоидного артрита до менопаузы, то в этом случае в период менопаузы, когда меняются женские половые гормоны, может сработать и может быть активность уйдет ниже. Ну, как бы вот здесь только наблюдать со временем. Больше пока ничего не скажу. Минимальные дозировки, то есть метод Рексата мы используем. Так, про полинейропатию проговорили. Полинейропатия возникла из-за нелеченного ремотоидного артрита, когда ремотологи назначили только нестероидный препарат и пиоскридин. Но, к сожалению, вот я что имею, то и имею. Проговорили уже. Так, пожалуйста, вопросы ко мне. Никита Михайлович тоже здесь у нас находится. Если еще есть вопросы. Я очень вам всем благодарна за участие. Спасибо вам огромное, потому что вы принимали, и для нас очень важно было получать обратную связь. Пожалуйста, мы чем готовы, тем готовы. да, да, Марина, я тоже Анастасии Викторовне согласна, солидарна с вами. Мы все стараемся на то, чтобы грудное вскармливание, беременность, и все это женщина выполнила. Анастасия Викторовна замечательный доктор, всегда говорю, что мама героиня, у нее трое своих детей, и поэтому она, конечно, у нас только за то, чтобы была и радость материнства, и радость движения. В общем, мы за все это радуем. Спасибо вам огромное. Еще раз поблагодарю вас всех. Еще раз дам все-таки обратную связь. Я уже вижу, что многие заполнили анкету, но тем не менее для нас это очень важно. Так, еще полминутки я нахожусь здесь. Если вопросы есть, то задавайте. Пока здесь. Пожалуйста, мы анонсировали все наши школы, анонсировали наши телемедицинские консультации, анонсировали наших сотрудников с теми, с кем мы работаем. Пожалуйста, мы вам рады. Можно ли заниматься настольным теннисом? Регина, можно заниматься всем, чем вам позволят заниматься суставы. Это моя точка зрения. Никита Михайлович, выходите к нам, если вы с нами рядышком. Сейчас мы... По поводу настольного тенниса я с Ольгой Вячеславовной согласен. Движение в любом случае должно присутствовать в вашей жизни. И то движение, которое вы выберете, если это даже будет настольный теннис, оно должно в первую очередь приносить вам положительные эмоции. И если дискомфорта, та нагрузка, которую вы себе позволяете, не причиняет дискомфорта, не возникает после таких нагрузок обострения, то, в принципе, можно дозированно, не форсируя нагрузки, продолжать заниматься любимым делом. То есть, я правильно понимаю, у нас ведь нет противопоказаний для занятий спортом при ревматоидном артрите, если нам позволяют суставы. Да, вполне. Ну, я вот большой теннис больше люблю. А вы, Никита? Я более циклические виды спорта. Понятно. Вот. Есть ли особенности лечения артрита в период менопаузы? Мы подходим под тем же стандартом, международным стандартом, как и ко всем, за исключением только одного. Может ли пациент контролировать свои исследования? Потому что все-таки наши препараты, они достаточно токсичные, поэтому должно быть определенный контроль в определенные сроки. Вот. Поэтому, если это период чисто начальной менопаузы, все женщины у нас активны, красивы, цветущие, да. Если это уже, будем говорить, такой старческий, хрупкий возраст, когда уже и дементивные какие-то расстройства, и пациент четко не помнит, принял он таблетку, не принял, тогда мы, конечно, стараемся уйти вот от той агрессивной базисной терапии, возможно, оставив его на маленьких дозах гормонов, потому что это самое менее вредное как бы будет для желудка, для побочных эффектов. Но это должны быть уже эксклюзивные случаи, когда просто пациент уже не может контролировать себя или родственники, ему не могут помочь. А все остальные подходы точно такие же. Так, ну вроде бы все, мы исчерпали все вопросы. Спасибо большое, спасибо, Никита Михайлович, мой заведущий. Спасибо слушателе. Ну, приходите к нам на следующие школы. Всем здоровья, всего самого-самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok